Циничная ложь или непреднамеренная путаница? Сегодня мы получили комментарий домоправляющей компании, которая пишет в полицию заявление на жителей, обращающихся к ним за помощью. Скандальная история случилась летом. Жители одного из домов по улице Усилова год из года подвергались нашествиям тараканов. На обращение в домоправляющую компанию за помощью коммунальщики, по словам жителей, не реагировали. Доведенные до отчаяния жители взяли банку с тараканами и принесли ее в дуг, чтобы продемонстрировать, как тяжело им живется. Но даже эта неоднозначная мера действия не возымела. Коммунальщики спасать жителей от насекомых так и не пошли. Зато месяц спустя обратились в полицию. Исполнительный директор домоправляющей компании Нижегородского района просит от полиции принять меры к жительнице за, цитирую его заявление в полицию, за неуважение к работникам организации и ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния офиса домоправляющей компании. В самом дуке мы пытались получить комментарии вчера, но там отделывались заученными фразами. Обращайтесь в пресс-службу. И вот коммунальная пресс-служба подготовила и прислала свой видеоответ. Ни законодательством, ни действующим договором управления не предусмотрена обязанность домоправляющей компании по утравле насекомых в индивидуальных жилых помещениях собственников, тем более без их согласия. Санитарная обработка мест общего пользования, подвалы, подъезда работниками обслуживающей организации проводилась, в том числе по заявкам жителей. О чем Евгении Даниловой при первичном обращении были даны объемные и полные разъяснения. Дополнительных вопросов у нее не возникло в то время. Тем не менее, через несколько дней по непонятным причинам у Даниловой были предприняты действия в здании управляющей организации, срывающие рабочий процесс, а также приведшие к повреждению имущества и нарушению общественного порядка. В связи с чем домоправляющей компании Нижегородского района направлено обращение в органы полиции. А теперь о том, почему заявление при службе домоправляющей компании похоже на ложь. Дело в том, что в августе, когда начиналась вся эта скандальная история, господин Песин, отвечая на наш запрос, сообщил, что никаких обращений от жителей по поводу санитарного состояния дома не поступало вот его письмо. Теперь, полтора месяца спустя, этот же господин Песин сообщает, что и обращения были, и даже обработка, оказывается, проводилась. Жители, правда, этой обработки не видели. Что из этих двух противоречивых заявлений одной и той же пресс-службы, одного и того же дука, правда, а что ложь, мы сказать не можем. Дело в том, что коммунальная пресс-служба взяла практику самостоятельной записи самих себя на видео и распространения своих заявлений, видимо, чтобы избегать неудобных вопросов от журналистов. Субтитры создавал DimaTorzok